ТОП 10 самых страшных игр на ПК. Итак, поехали! Открывает этот список игра под названием «Тёмные уголки земли». Игра была выпущена в 2005 году компанией Ubisoft. Хотя действие игры не всегда происходит в закрытых помещениях, ощущение нахождения в замкнутом пространстве ощущается постоянно. Постоянно окружающая темнота является угнетающим фактором и давит на игрока в процессе игры, в которой очень сложно осветить себе путь, кроме как редкими источниками света, которые иногда встречаются на пути. Всю игру вы ходите по тёмным закоулкам в поисках нужных вам вещей, которые не так легко найти, так как подсказок в игре практически нет. Персонажи, встречающиеся на вашем пути, не отличаются разнообразием. А вот в качестве же монстров порой нарисовываются самые разнообразные твари. Местами поведение монстров не очень логично, некоторые бегают за тобой, пока не догонят. Другие забывают о вас и при первой возможности идут по своим делам. Периодически игрока заставляют участвовать в потасовке с монстрами, для чего не очень подходит реализация управления персонажем. Шутером игру ну никак не назовёшь. Графика в игре достаточно устарелая, однако атмосфера и доводящая до безумия постоянные поиски по тёмным закоулкам, наводнённых монстрами, делает своё дело и позволяет поставить эту классную игру в качестве открывающей в нашем рейтинге самых жутких компьютерных игр. На девятом месте игра Doom 3. Мало кому нужно объяснять, что такое игра Doom, так как первая игрушка этой серии была своего рода первооткрывателем во многих направлениях. В частности, её популярность во многом определила дальнейшее развитие и распространение жанра шутеров от первого лица. Многие из поколения 80-х хорошо помнят, как прогуливали школу, сидя у друга и стреляя по монстрам. Эта игра со временем стала классикой жанра стрелялок. Doom 3 является не только прекрасным продолжением жанра шутеров, но и довольно страшной игрой. Лазя по тёмным коридорам заброшенных станций, убивая стрёмных монстров, выпрыгивающих на тебя из бездны темноты, можно порой получить инфаркт или начать заикаться. Достаточно хорошую графику и динамичность игры в совокупности с неплохим сюжетом и интересными моментами игрового процесса. Насыщенная необходимостью блуждания в темноте и постоянным ощущением того, что сейчас из-за угла или откуда-нибудь из вентиляции выскочит какая-нибудь тварь с желанием сожрать тебя. Разнообразие монстров такое же большое, как и способы убить их. Вы можете забить их фонариком, снести бошку из дробовика или просто порезать бензопилой к чёртовой бабушке. Восьмое место занимает игра Silent Hill 2. Это игра из серии культового хоррора Silent Hill, который считается одной из самых известных и популярных хоррор-серий в истории игровой индустрии. Действия игры происходят в небольшом коротке Silent Hill, который всегда окутан необычным туманом, что создаёт нужную жутковатую атмосферу, отчасти навеянную литературными ужастиками в жанре психологического хоррора. По сюжету игры вы отправляетесь в Silent Hill после того, как получили письмо от покойной жены. И как всегда, вы должны во всём разобраться. В вашем поиске ответов на мучащие вас вопросы, вы будете передвигаться по жутким местам. Встретите самых отвратительных монстров и встанете на грани безумия в угнетающей обстановке, которая постепенно будет сводить вас с ума. На протяжении игры вам придётся разгадывать много сложных задач. И при этом вас будут сопровождать подавляющая музыка, страшные звуки, темнота, туман и пустота, заставляющая погрузиться в происходящее настолько, что вы будете полностью сопереживать тому, что происходит в игре. А значит, и пугаться вы будете по полной программе. Седьмое место занимает страшная игра Condemned Criminal Origins. Эта страшная игрушка фактически является детективным хоррор-триллером. Здесь вы играете за агента ФБР, который совсем не претендует на звание супергероя, каратиста или просто выносливого представителя власти. На самом деле, практически всю игру вам придётся неспешно ходить по тёмным и мрачным локациям в поисках улик, которые помогут вам раскрыть преступление. Для этого у вас есть всё необходимое – фонарик, набор инструментов для поиска улик, телефон и фотоаппарат, чтобы посылать улики своей помощнице и держать с ней связь. В своих прохождениях вам придётся не только собирать улики, но и драться, используя при этом пистолет, в котором довольно быстро кончаются патроны. И вы переходите на старую добрую железную трубу или топор. Противниками на вашем пути будут грязные бомжи, неожиданно выскакивающие из темноты и пытающиеся ударить вас монтировкой или ещё какой-то шнягой. Учитывая, что ваш персонаж не особо-то и сильный, вам придётся изрядно потрудиться, заваливая сразу трёх бомжей, обступивших вас со всех сторон. Конечно, игра не была бы одной из самых страшных, если бы в ней помимо бомжей не появлялись бы монстры, которые также по привычке выскакивают из тёмных уголков на протяжении всего расследования. На шестом месте игра Cry of Fear. Данная игра не может похвастаться хорошей графикой, но может изрядно напугать вас. Эта игра изначально была неофициальной модификацией первой части Half-Life, а затем стала самостоятельной. Мрачная и угнетающая атмосфера окружает вас на протяжении всей игры. Музыкальное сопровождение добавляет напряжённости и делает весь игровой процесс невероятно жутким. По сюжету вы являетесь 19-летним парнем по имени Саймон, который каким-то образом оказался в незнакомом месте, и цель которого является найти дорогу домой. Всё, что у вас есть, это телефон со встроенным фонариком, фотоаппарат и нож. По ходу игры будут появляться оружие с малым количеством патронов, аптечки, ключи от дверей и прочие вещи, которые пригодятся вашему персонажу. Методы устрашения в игре Cry of Fear бывают грубыми, рублёнными и довольно привычными, но свою задачу они выполняют на все 100. На своём пути, по тёмным улочкам и скрипящим половицам многоквартирных домов, вы будете встречать разных монстров, которые когда-то, возможно, были людьми. Главная задача игры – искать ключи и пароли, и попутно уже сражаться с монстрами и даже боссами. На пятом месте жуткая игра Slender The Arrival. По сути, эта игра является жуткой вариацией игры Кошки-мышки, в которой роль кошки выполняет Слендер, что-то типа Кэндимена. Герой фольклора – страшилка для непослушных детишек. А роль мышки, конечно же, играем мы. Половину игры мы передвигаемся по лесу, сначала днём, затем ночью. Другую половину игры мы передвигаемся по домам и складам, находящимся в том же лесу. Всю игру Слендер периодически появляется в самые непредсказуемые моменты. Наша задача – ныкаться от него и делать всё возможное, чтобы он нас не поймал. Оружия у нас нет, мы ходим и собираем разные вещички, выполняем некий квест, в то время как Слендер постепенно начинает появляться всё чаще и более продолжительные отрезки времени. В этой жуткой игре наша главная задача – пройти квест так, чтобы Слендер нас не поймал, так как это будет для нас концом и придётся начинать уровень сначала. Постоянное ощущение преследования, того, что за вами кто-то наблюдает и вот-вот может напасть, держит вас в напряжении в течение всей игры. Может быть, было бы привычнее, если бы Слендер был обычным монстром. Но он не такой, он выглядит как тощий человек в костюме, с головой, но без лица. Это та ещё жуть. На четвёртом месте – очень страшная игра «Константин». Героем данной игры является колдун, который волей судьбы вынужден начать бороться с тёмными силами. Силами тьмы, но не в мире живых, а в потустороннем мире, а конкретнее – в аду. По ходу игры вы передвигаетесь по зданиям, ищите нечистую силу, перемещаясь в потусторонний мир. В борьбе со злом вам помогает святая вода, различные арбалеты, пистолеты. Ваша задача – разгадывать хитрые задачи, открывать различные двери и порталы с помощью своей магии и собственного разума. Ваша магия в процессе игры совершенствуется, и вы становитесь всё более сильным колдуном. Тем самым любые силы тьмы становятся вам не помехой. Игра очень атмосферная, а страшная музыка и загадочные локации быстро нагонят на вас ужас и страх. На третьем месте игра Death of Space 2 открывает тройку самых страшных игр продолжения культовой стрелялки, которая стала динамичнее, красивее, интереснее и, конечно же, страшнее. На сегодняшний день вышла и третья часть этой игры, но она отличается в основном только сюжетом. Графика в ней почти такая же. Во второй же части космического хоррора главный герой Айзек Кларк находится на космической станции, на которую в итоге проникают знакомые ему ещё с первой части некроморфы. По сравнению с первой частью, в этой игре стало ещё больше монстров. Графика игры стала качественней, а динамика игры не даёт долго стоять на месте. Экшен и куча выпрыгивающих со всех сторон монстров переплетаются с гнетущей атмосферой безысходности. Игра местами очень похожа на голливудский блокбастер. Например, когда Айзеку, используя реактивный ранец, нужно догнать улетающий вагон метро. Или взрывы и моргающие экраны, резко вспыхивающие по ходу действия и отвлекающие нас от наступления армии монстров. Разнообразное оружие и экзоскелет главного персонажа с множеством возможных модификаций добавляют игре интересности. Эта красочная напряжённая игра является самой страшной игрой серии и заслуженно занимает своё место в списке самых жутких компьютерных игр. На втором месте страшная игра Амнезия The Dark Descent. Вы просыпаетесь в каком-то замке и понятия не имеете, кто вы и где находитесь. Вы находите записку от самого себя, в которой сказано, что вам нужно пробраться вглубь замка и кого-то убить. Вы находите масляную лампу и начинаете свой путь по тёмным сырым коридорам замка. Далее вы исследуете нескончаемые комнаты замка, некоторые из которых полуразрушены. По ходу игры вам приходится следить не только за состоянием своего здоровья, но и состоянием своего разума. Так как психическое состояние вашего персонажа в этой ситуации оставляет желать лучшего и потеря рассудка может привести к трагическим последствиям. Наш персонаж периодически слышит чей-то голос, скрип дверей, видит растущатые тени и находит жуткие места в замке. Мы со временем начинаем бояться каждого шороха и скрипа. О загадочной и жуткой тёмной фигуре, которая иногда появляется в коридорах замка, вообще стараемся не попадаться на пути. Эта мрачная, но красивая игра медленно, но верно погружает нас в атмосферу отчаяния и безысходности, заставляя нас часами бродить по мрачным и тёмным коридорам в поисках малейших подсказок, которые, быть может, помогут нашему персонажу выбраться живым из этого жуткого места. И первое место в списке самых страшных игр занимает игра Outlast. Эта игра заслуживает того, чтобы по ней сняли фильм, хотя бы короткометражку. Главный герой игры – журналист. Он отправляется в психиатрическую больницу, так как до него дошли слухи, что в ней проводят страшные незаконные опыты. Да и вообще, там творится что-то страшное. Вооружившись камерой, мы, как самые хитрые и умные, проникаем в больницу посреди ночи, не взяв при этом никакого оружия для самозащиты. Попав внутрь, мы с ужасом обнаруживаем, что в здании психиатрической лечебницы произошёл бунт. Охранники мертвы, а заключённые разгуливают, где попало. В этой крайне тревожной ситуации нам согласился помочь местный священник, проведя нас куда нужно или менее безопасными путями. Действия в игре разворачиваются стремительно, а адреналин мощными потоками проникает вам в кровь. Ваш персонаж, даже в самые страшные и опасные моменты игры, не забывает про своё призвание и всегда держит камеру на готове. К тому же, камера очень полезна своим режимом ночной съёмки, который вы будете использовать время от времени, чтобы наблюдать за сумасшедшими жителями лечебниц, при этом, чтобы они вас не заметили и не разорвали на части. Эта игра заняла первое место, потому что это насыщенное приключение, с набором непростых решений. Интересным сюжетом отличной пугающей атмосферой опасности, где огромное внимание уделено мелочам. Игра сама по себе не длинная, но зато недолгое время, что нужно для прохождения этой игры, вы в полной мере сможете насладиться атмосферой ужаса и тревоги. А что ещё нужно настоящему адреналинофил? Только смотрите, не обделайте штанишки, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok